Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Школа актерского мастерства Дома-2 уходит на каникулы. На следующей неделе мы увидим последний отчетный концерт. Но после этого преподаватели Алексей Секирин, Наталья Бичан и Саид Нигматуллин не прощаются с нами, как это планировалось ранее. Они всего лишь уходят на каникулы, а осенью снова приступят к занятиям. Участники Дома-2 побывали на кинопробах у Дмитрия Астрахана. Новости о том, кто из них получит роль в фильме или в сериале, будут известны в среду. А пока режиссер особо выделил Сашу Харитонову и Женю Кузина. Кристина Лисковец, которая приехала в Москву, чтобы принять участие в кастинге, уже скучает по своему парню Федору Стрелкову, который остался на Сейшелах. «Сегодня был насыщенный день», – пишет Кристина, – «пробы, лобные сценки. Но ничто это не заменит мне моего маленького острова, нашей уютной комнаты и моего сладкого мальчика Феди. Я безумно скучаю по тебе, хочу прижаться к тебе и скорее поцеловать». Руслана Мишина строит любовь с Семеном Фроловым. Они уже даже спят вместе. Руслана написала, «Прилетела с Сейшел я к Семену. Сейчас с ним строим отношения, он устраивает мне романтики. Сегодня спали вместе, без всякого волшебства, просто узнаем друг друга». Илья Ябаров сообщил в сети, что его выступление в Саратове отменяется. Со слов Ябарова, он стал жертвой непорядочных организаторов. Они не перевели ему гонорар, не оплатили концертный зал и нанесли ущерб компании, которая занималась распространением билетов. И в его уходе с проекта виноват все тот же организатор, который без ведома Ильи использовал логотипы ТНТ и Дома-2. В сети же ходят слухи, что концерт Ябарова в Саратове не состоялся по причине того, что билетов было продано очень мало. А сам Ябаров просится обратно на Дом-2, но пока безрезультатно. Катя Король считает, что ее расставание с сыном ради нахождения на проекте оправдано. Она написала, «Моему сыну 9 лет. Он окружен достатком, заботой, вниманием и семейным теплом моих родителей, моего брата и сестры и его родного отца. Материальная составляющая на мне, естественно. Мы общаемся каждый день по видеосвязи. Мое нахождение на проекте полностью оправдано. Я развиваю свой бренд, оформляю документы по смене гражданства. Мой сын взрослый мальчик, я очень скучаю по нему. И, конечно же, я заберу его к себе в Москву. Это лишь вопрос времени». Саша Гозиас и Костя Иванов помирились. «Любовь спасет отношения», написала Саша. «Нам еще помогло расстояние. Теперь вся семейка в сборе». «Глупая», комментирует ее снимок подписчики. «Твоя семья – это дочка, а не любовник с собакой». Наталья Бичан получила предложение от нового участника. «Дорогие друзья, поздравьте меня, ко мне пришел мальчик, предложил стать участницей. Я, разумеется, отказалась. Мальчик очень хороший, зовут Александр». Ольга Васильевна Гобозова опубликовала пост, в котором поддержала Андрея Чуева. Как вы помните, Чуев год назад обещал подарить квартиры всем финалистом конкурса «Человек года». А сейчас он передумал. Ольга Васильевна все еще надеется, что уж ей-то Андрей обязательно подарит квартиру. Она считает, что рано его называть обманщиком. Вот когда подойдет дата вручения ключей, и никто ничего не получит, вот тогда и можно будет его ругать. Она уверила, что даже если Андрей не сдержит своего обещания, и она не получит заветную квартиру, то все равно будет к нему хорошо относиться и любить как сына. Бывшая участница Либерж Кпадону сменила цвет волос. «Меняйся, и мир вокруг поменяется», – пишет она. «Такой афро меня еще не видели». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!